здравствуйте уважаемые зрители продолжаем серию занятий основам нейрографики и сегодня мы с вами поговорим про четвертый пункт базового алгоритма который называется интеграция и четвертый пункт включает себя две составляющие 1 41 эта фигура iphone и 2 42 это архетипирование про архетипирование мы поговорим с вами следующий раз а сегодня я хочу рассказать вам про пункт 41 фигура iphone что же это такое но начнем с того что интеграция это простыми словами объединения до сближения как бы такое ну может быть немножко неправильно но все-таки растворение чего-то с чем-то чего-то в чем-то и в предыдущих предыдущих занятиях мы с вами поговорили о том что такое композиция и сделали приблизительный набросок и шла о том что я хочу купить треугольник хочу купить квартиру вот это мое желание это моя композиция я связала нейрографическими линиями все три фигуры себя свое желание купить и квартиру ну и в принципе все вы можете сказать ну достаточно все я хочу купить квартиру все у меня есть желание мы сейчас носим цвет доводим алгоритм то пошагово до логического завершения и все но такая картинка никогда не сработает ваше желание останется ровно на уровне вашего желания почему потому что вы свое желание поле своего окружения свой мир не выпустили потому что если вы не проведете ни одной нейрографической линии из поля листа к себе и либо от себя в поле листа то это значит что ваша композиция останется с вами и дальше она никуда не двинется согласитесь что чтобы купить квартиру нам нужно заработать денег может быть взять ипотеку найти квартиру то есть найти продавца возможно найти риэлтора который нам подберет квартиру поехать в мфц до произвести какие-то действия то есть мы не таким образом не сможем избежать общения с окружающими нас людьми вот интеграция на этапе фигура и фон это как раз то когда мы свою задачу свою проблему связываем с окружающим нас миром и дам такую вам подсказочку если вам сложно проводить нейрографические линии из фона листа к фигуре либо от фигуры фон листа это говорит о том что вам сложно брать и сложно просить и давать окружающим давать еще может быть здесь как-то может на и поспорить но брать помощь принимать помощь от других людей вам сложно поэтому пожалуйста относитесь к этому пункту алгоритма очень очень внимательно обязательно его прорисовывайте если у вас проблемы с принятием помощи до с обращением за помощью если вы привыкли все делать вот прям самостоятельно то мой вам знаете какой совет просто возьмите нарисуйте круг и и от него рисуйте нейрографические линии по моему в плейлисте рисуем есть алгоритмы доверия миру вот это о том вот видите мне достаточно легко просить искать да и из фона я тоже хорошо могу взять помощь и может быть какие-то идеи старайтесь чтобы ваши линии шли не вот так параллельно как я их сейчас нарисовала а каким-то образом пересекались потому что если линии идут просто параллельно друг другу то это знаете такое линейное негибкое мышление то есть я думаю об одном и другом но такого не бывает если мы думаем о покупке квартиры мы будем размышлять сколько в ней будет комнат в каком районе она будет находиться какой этаж нам больше нравится допустим видовая она должна быть или нет и вот на этом этапе мы конечно же скругляем все вновь образовавшиеся пересечения связываем все опять друг с другом возможно еще где-то добавляем линии и смотрим возможно нам захочется где-то фоне листа не рисовать какие-то дополнительные фигуры знаете вот очень часто ну даже не часто а всегда почти всегда наше бессознательное эти фигуры частично прорисовывает например ну я уже точно вижу что у меня есть вот какой-то небольшой круг вот какой-то небольшой круг вот здесь я могу круг нарисовать я могу нарисовать круг вот такой потому что здесь очень много пересечений видите да вот у меня даже дыхание сбилось я прям хочу вот такой большой круг нарисовать то есть мне придет извне какая-то помощь возможно с выбором квартиры потому что видите этот круг у меня наложился на фигуру квартиры следовательно что-то гармоничное будет какая-то ситуация может быть какой-то человек если вы вдруг знаете о чем идет речь о чем вам эта фигура тогда можете спокойно ее подписать я не знаю ну потому что на самом деле я не планирую покупать квартиру ну вот почему-то круг не захотелось слушайте а вдруг а может быть так неожиданно очень легко мне идет этот рисунок немножко от волнения было посмотрим я вам даже интересно стало вот такой круг у меня получился так вот здесь я вижу тоже много пересечений поэтому здесь тоже хорошо бы нарисовать какой-то круг зафиксировать вот эту точку скопления пересечения линий вы можете не знать о чем это повторюсь ну вот мне хочется здесь нарисовать вот такой круг вот это все пункт 4 1 базового алгоритма когда мы свою композицию свое желание свою тему встраиваем в свою жизнь встраиваем в свой мир и позволяем событиям извне произойти с той целью чтобы помочь нам реализовать намеченное желание если вы не понимаете для чего нужно делать проводить множество нейрографических линий из фона листа к фигуре их композиции то вы не сможете реализовать через рисунок свое желание то есть рисунок вам не поможет понимаете а потом происходит что происходит разочарование люди начинают говорить что нейрографика не работает а на самом деле они просто не понимают что они делают и зачем мне очень хочется чтобы вы сейчас поняли для чего нам нужно рисовать нейрографические линии нейрографики есть такая фраза чем больше нейрографических линий вы проведете тем быстрее ваше желание реализуется я думаю сейчас вы это понимаете да чем больше энергии извне из окружения из поля мы с вами возьмем для реализации своего желания тем конечно же быстрее оно исполнится суждено стало очень интересно эта тема вдруг правда у меня произойдут какие-то изменения недвижимости все новые пересечения нужно скруглять особенно это касается тех кто недавно начинает рисовать то есть начинающих нейрографов ну что ж вот такая у меня получилась на сегодня композиция она достаточно хорошо интегрирована в поле листа в ней много нейрографических линий и я вот сейчас смотрю и мне хочется усилить круг себя потому что он какой-то маленький желание большое а круг маленький поэтому я себя вот ох как пошло вот если вам тоже захочется так сделать не бойтесь делайте на этом этапе это возможно в принципе это возможно на любых этапах рисования у меня появились силы появился интерес к этой теме у меня расширились мои границы потому что я получила силу извне и поддержку извне мне вселенная таким образом говорит давай действуй честно скажу вообще не понимаю чем идет речь прям какое то мы посмотрим если вдруг что-то произойдет обязательно вам расскажу вот так на следующем уроке мы с вами поговорим про архетипирование будем вносить свет в эту картинку посмотрим как она у нас заиграет расскажу вам немного о цвете совсем чуть-чуть как вносить чем руководствоваться когда вносите цвет на что опираться и почему важно раскрашивать расскажу про монохромные рисунки поэтому не пропустите видео смотрите если вдруг вы увеличили какую то фигуру и хотите зафиксировать эти границы вам нужно сделать так чтобы границы этой фигуры были более яркими более выразительными поэтому и хорошо утолщать то есть когда вы будете смотреть на свой рисунок вы в первую очередь должны видеть не внутренние первый до круг который у меня был не вот этот маленький а вот этот большой новый круг вот тогда ваша бессознательная зафиксирует то что вы стали больше вы стали сильнее у вас появилось больше сил на реализацию своего желания иногда в этой здесь может появиться сопротивления потому что раз вы стали больше вы расширили свои границы следовательно ваше поведение будет меняться а это не всегда происходит легко ну вот у меня почти и исчез круг который был изначально я усилила новые границы себя все это связано видите да с внешним миром очень плотно очень так мощно вот фигура заряжена и в следующем на следующем уроке мы приступим к внесению цвета не пропустите урок ставьте огоньки пишите в комментариях как вам и до новых встреч и до новых встреч